нашел еще один интересный хостинг где минимально 10 гигабайт дается выделенного места на хостинге всего за 87 рублей в месяц причем вы можете вот так ползунком легко увеличить объем хоть до 100 гигабайт интересно безлимитный сссс сертификат без ограничений число доменов без ограничений трафик без ограничений число почтовых ящиков без ограничений число баз данных без ограничений бэкапы и многое другое 15 дней теста периода дается тестовый домен ну куча вообще плюшек давайте более детально ознакомимся с данным хостингом меня зовут федор васильев и поехали наткнулся на интересный хостинг давайте более детально его разберем здесь как и в любом другом хостинге есть и vps и выделенный сервер мы же конечно смотрим для молодого сайта какой-то недорогой хостинг и здесь есть интересные варианты смотрите есть тариф экономный достаточно редко я встречаю вообще такие тарифы посмотрите какие у него условия гибкий хостинг без ограничения места и по мегабайтовая тарификация 30 копеек в месяц честно говоря ни разу не пробовал не знаю насколько это выгодно будет надо посчитать но есть тариф еще оптимальный идеальный баланс для хостинга сайтов и современное решение от 69 рублей в месяц при оплате за год то есть сразу надо за год оплатить и тогда выйдет 69 в месяц давайте перейдем в подробнее здесь сразу видите включено во все тарифы любое количество сайтов и баз данных то есть кому-то это будет достаточно интересный вариант в предыдущем хостинге который мы с вами рассматривали там только одна база данных один сайт бесплатный неограниченный трафик но это везде повышенная безопасность ну кмс в один клик это я не очень доверяют этой теме в плане хостинга да у хостингов у всех практически есть такой в один клик просто я предпочитаю всем рекомендую конечно стать на чистую то есть скачивать официально например джуму и ставить на хостинг то есть для меня это просто никак не плюс техподдержка 15 дней бесплатно тестового периода давайте перейдем в подробнее посмотрим здесь вот справа можете видеть до 10 гигабайт хостинга достаточно много для одного сайта я считаю можно откликнуть например выбираем на один месяц по квартальная оплата да если берем 3 месяца то скидка 5 процентов показано здесь 10 на 6 месяцев на 12 месяцев 20 ну соответственно пока нам устроит вариант самый дешевый 10 гигабайт больше не надо да можно как я сказал уже сделать хоть 100 гигабайт это достаточно интересно причем в личном кабинете здесь говорится вы можете а потом легко вот так вот увеличить дисковое пространство для ваших сайтов если это будет необходимо здесь ниже вы можете видеть что можно получить тестовый период 15 дней и также здесь есть интересная акция дарим месяц хостинга за каждый перенесенный к нам сайт если вы откуда-то с какого-то другого хостинга который вас уже не устраивает например хотите перенести сайт можно воспользоваться этим предложением нужно перейти в подробнее ознакомиться и месяц нам еще дадут ну давайте 15 дней думаю достаточно тоже для тестового периода давайте посмотрим и здесь видно да меня больше всего интересует бесплатный différents сертификат не знаю насколько это здесь у насколько это будет действительно рабочий вариант без ограничений, то есть кто SSL выдает, это все надо смотреть, но то, что здесь это уже написано, это уже хорошо, число доменов без ограничений, и внизу различные плюшки, которые включены в хостинг, техническая поддержка, что немаловажно, 24 на 7, и давайте тестовый период попробуем воспользоваться, то есть для начала нужно указать свой рабочий электронный ящик, давайте в это поле его укажем, указываем в данное поле, и нажимаем на кнопку получить хостинг 15 дней бесплатно, нас перебрасывает вот на такую страницу, и у нас предупреждение, вам необходимо подтвердить ваш email, просто перейдите по ссылке из письма, давайте пройдем в нашу электронную почту, мне моментально приходит письмо вот такого вида, у вас должно быть что-то подобное, переходим в данное письмо, здесь сразу мы видим данные для входа в личный кабинет, ссылка, логин, пароль автоматически генерируется системой, для быстрого входа в личный кабинет, и подтверждение email, перейдите по ссылке, кликайте по ссылке, нас перебрасывает еще раз на хостинг, и у нас предупреждение сверху исчезает, видим здесь тестовый период, хостинг, дисковое пространство, сколько у нас есть, и начало, да, то есть сегодня начали, вот дата стоит, возвращаемся на почту, в письмо, которое пришло от хостинга, здесь у вас будет ссылка в личный кабинет, кликаем по ссылке, нас перебрасывает в личный кабинет, и нам нужно авторизоваться, через некоторое время от хостинга автоматически вам придет еще одно письмо вот такого вида, давайте перейдем, посмотрим, для вас создан тестовый домен, то, что нам нужно, чтобы потестировать наш сайт, ну и потестировать вообще хостинг, да, как открывается сайт и так далее, также информация о том, что можно зарегистрировать домен и прописать DNS сервера, также в этом письме не удаляйте, сохраните где-то эти данные, потому что здесь вам ниже создали FTP аккаунт с логином и паролем, эти данные вам будут необходимы, если вы будете пользоваться FTP аккаунтом, если перейдем по тестовому домену, да, то у нас здесь дефолтное изображение, добро пожаловать на главную страницу и вот наш технический домен, и видите, как все удобно здесь написано, мне это очень нравится, потому что на новом хостинге иногда нужно разбираться, где корневой путь для данного технического домена, куда нужно разместить сайт, у каждого хостинга он свой и нужно копаться, здесь же, чтобы изменить эту страничку, загрузите ваш сайт в папку publish.html, то есть классический вариант, и в принципе мы можем с вами попробовать загрузить сайт. Вернемся на страницу авторизации на хостинге, давайте введем логин и пароль, который пришел вам в письме, логин, соответственно, является ваш email, который вы использовали при регистрации на данном хостинге, и у вас свой должен быть уникальный пароль, нажимаем вход, здесь видим ссылку клиент, кликаем по этой ссылочке, соответственно, из первого письма от хостинга, там где логин, ваш email, это вход просто в личный кабинет, а чтобы перейти в панель хостинга, где мы можем настроить почту, загрузить сайт, соответственно, это у нас второе письмо, здесь будет написано у вас третьим пунктом, для управления хостингом используйте директ админ, ниже здесь у вас будет ссылка на хостинг панель, кликайте по ней, вот так выглядит страница авторизации вашей панели, соответственно, автоматически сгенерированы из системы уникальный логин и пароль, из письма копируйте, и давайте попробуем авторизоваться еще здесь, копирую пароль, и нажимаем логин, вот так вот выглядит панелька хостинга, справа вы можете видеть наши параметры, значит диск еще не занято, да, у нас место вот здесь вот, всего у нас 10 гигабайт, тариф гигабайт не ограничен, email не ограничен, ftp аккаунты не ограничены, база данных не ограничена, индексные дескрипты тоже не ограничены, также здесь вы можете видеть, что мы можем менять настройки управления доменами, управления ftp, управлениями MySQL, управлениями DNS, управлениями почтой, дополнительные опции, SSL сертификат, также внизу мы можем в несколько кликов установить KMS, то есть прямо из панели хостинга, нас же с вами интересует вот здесь вот, видите, файлы, заходим в файлы, здесь мы видим папку publish.html, куда мы с вами загрузим сайт в следующем уроке, ссылка на данный хостинг в описании под этим видео, на этом данное видео я заканчиваю и увидимся с вами в следующем видео. КОНЕЦ КОНЕЦ